всем добрый день меня зовут дмитрий сегодня я продолжаю серию небольших обучающих видео по настройке и программированию конфигура точнее терминалов от navtelecom у меня на испытании на смарта 2435 с коншиной с bluetooth со всеми плюшечками и сегодня я вам покажу как сделать иммобилайзер но прежде чем я продолжу прошу подписаться на мой канал также если будет интересно не забывайте ставить лайки и писать комментарии и как мы сделаем иммобилайзер смотрите иммобилайзер тут нельзя сделать на основе ibcon метки но зато можно сделать на основе ibcon ключа ключ у нас тут есть либо 4 байта либо 6 байт чаще которые встречал это 6 байтовые ключи и вот нужно сделать что взять прописать все ключи которые тут есть и напротив каждого ключа которого нужен да есть то есть постановка снятия сохраны есть иммобилайзер то есть прописываем иммобилайзер ну и вписываем сюда номер там ключа какой у него будет например такой номер ключа и сохраняем в терминал вот кстати галочки из нажать это очистить когда мы записали сохранили что у нас тут будет иммобилайзер да кстати я бы посоветовал бы убрать контролировать извлечение карты да чтобы время удержания ключа на интерфейсе то есть 1 секунд и время удержания карты если 232 этот другой интерфейс 5 секунд я бы там думал что до 3 снизить и вообще было бы нормально прописать сюда ключи выбрать иммобилайзер после того как вы сделали прописали сюда ключи и выбрали иммобилайзер вам нужно еще сделать что вам нужно перейти на входные линии да и выбрать вот тут есть вот зажигание да есть линия зажигания лина линия на 1 это зажигание да вам нужно именно выбрать тут использовать как дискретный то есть плюс назначить как зажигание поставить и фиксировать восстановление вот это вам нужно сделать обязательно для того чтобы у вас не получилась такая вещь что когда у вас машина например заведена да и едет чтобы она у вас заблокировалась и потом вам нужно перейти во входные линии и вот тут во входной линии вам нужно сделать получается иммобилайзер ты все на этом сохраняем и получается делаем у нас тут вот есть еще смотрите автоматическое срабатывание при срабатывании при событии например у нас появилась смотри при постановке при запуске двигателя есть по напряжению при остановке при восстановлении при срабатывании датчика IN1 это у нас зажигание включается что-то выключается можно сделать вот такой вот вариант если мы сделаем вот так вот иммобилайзер у нас получается будет работать именно как что если у нас поднесен ключ то есть если мы пытаемся завести но у нас не было ключа который у нас сделан как иммобилайзер то сработает блокировка но если мы попытаемся завести и у нас поднесен ключ иммобилайзер то у нас не сработает блокировка и она даст нам завестись есть также кстати еще очень интересные вот такие вот вещи да то есть автоматическое срабатывание при то есть если датчик у нас включается то, точнее, получается, если у нас тут, получается, был нолик, встает один, то есть включилось сожигание или ин какой-то подался, то что-то включается, либо что-то выключается, то есть получается наоборот. То есть если ин пропадет, нолик, то это, получается, выключится. Ну и, соответственно, с остальными можно сделать. Также на постановку охраны, то есть если у нас есть постановка в охрану, и также есть у нас снятие с охраны. Постановку и снятие с охраны, то есть вот можно сделать, да, вот тут зайти, линия не используется, у нас есть тут какие-то дискретные, этот, например, дискретный плюс H, нормально разомкнутый, нормально замкнутый есть, дискретный по минусу и дискретный, получается, по плюсу у нас есть. Кстати, это очень прикольно, что здесь есть дискретный по плюсу и дискретный по минусу, да, ну вот это нормальный, это НР, это значит нормально замкнутый. То есть можно использовать линии, то есть вторые, то есть нормально замкнутые, то есть получается 0, это если разомкнут, это 0, замкнут, это получается единичка, получается, срабатывает. И можно сделать небольшие сценарии, именно вот тут вот, чтобы там нулевой либо первый выход у нас работал. Ну и, соответственно, при управлении вот тут вот есть, вот есть постоянный, однократный, периодичный, ну то есть и как можно настроить. Благодарю всех за внимание, всем удачи, до свидания.